новый день как бы намекает о том что все неплохо вот идет пассажир 35 минут 2 это значит я на месте я вот пять минут как пришел вот он красавчик комсомольск но я полтора часа пришлось не две носки делать потому что многовато я набрал конечно просто рук не хватает ну и смысла нет гробит здоровье две носки я вот спокойно линолеум кусок водичка совсем чистая буду кофе на ней варить там разбавлять березовый сок капал но сейчас пробьем трубочки у меня где-то тут были на месте все на месте никого не было кроме зверушек зверюшки конечно тут похозяйничали такие мелкие так по мелочи погрызли пакет и что-то утащили позже за бензопилой все сухонько ветром лопату уронил ну и тела и на стол не мне в глаза куда-то вот ладно придумаем обнаружил клеща странного них 100 2 ну какой-то странную ну факт уж и ползают они твари водичка у меня есть тут даже стаканчик накапала воды чуть-чуть это вот бутылки набирал перед отъездом нормально холодок был поэтому дрова сухие там вот я открыл сухие под спечкой сухие в пакете сухие кстати их слегка проветрить можно надо сейчас тенд сделать что-то погода все равно странная может кого-нибудь мелкие пока под и гамак а потом можно кайфовать можно даже лежать слушать как летают реактивные самолеты с хурбы с вами юрич курсы выживания продолжаются запись на май пока открыта так что не тормозите после 15 мая как вы не теряйте времени вот сегодня первых туристов уже видел на пещеры на сент-болинске ехали но это все банально у нас тут гораздо интереснее особенно если вы запада нашей родины вы не видели тайги не видели гор не видели горных рек не видели амура ту многого вы не видели можно сказать 30 процентов вашей жизни прошло мимо поэтому записывайтесь не тормозите связывайте с юричем цены приемлемые главное долететь до хабаровска до аэропорта там уже все пойдет как по маслу 14 часов 12 минут вот я закончил приготовление потому что погода странно но мне уже веревки висят я их не убирал поэтому буквально 15 минут поколдовал все уже по схеме и минут 20 разбирал рюкзак потому что многое привез нового инструментом все разложить час буду но мангал собирать можно конечно все сейчас чеку пропить хотел я как раз вот закончить с этим и попить чайку сейчас наверно так и сделаю надеть шапочку бросить спальник сюда и спрятать в холодок шашлычок потому что шашлычок на солнце не надо хоть и прохладно он до вечера ну так чтоб творите не добрались мышки всякие делал нас вон там вроде тенек есть вот сюда вот вот тут еще маслица уже на нем в теню солнце что-то светит еще почти в зените должно быть вон там он ну ладно это все и это пройдет как говорится камера взял акшем может чуть поснимаю сейчас будем обгрыженный мангал собирать с большей длиной на 40 сантиметров и высота у него больше то есть он греть будет ширину и плюс удобнее удобнее то есть мало то что нагревающая поверхность не надо так мелко ломать дрова так кстати вот убрать надо оставшиеся запчасти не надо будет мелко ломать дрова и соответственно удобнее старый у нас пока он стоит мусор дожигать но пригодится сухие дрова не можно хранить там много чего в общем потом перевести может на берег оттащить в общем найдется ему применение я думаю за этим дело не станет 15 часов 17 минут вот апгрейд ну я мангал немножко он неудачный из-за того что у него дно вот такое вот двойное и короче ну воткнуть немного неправильно но он силе появляются сейчас надо его заткнуть на эту на подложку короче чтобы не прогибалась а ну ну и там центральная сель конечно и google тоже вроде нет ну так с не усыпаться будет он она дырка никакого я хотел конечно сварить ну сварил бомбу был неразборный с трудом бы ленту пришлось бы короче смотреть ладно уже чё сделано то сделано уже как бы не изменишь зато здесь красотища он притащил бутылку сейчас сделаю противопожарную для матьяру тут он сушится просто великолепно сушилка столик ничего делать неохота можно конечно попилить можно сходить на рыбалку часика два спокойно пошар пошарохаться по речке я в принципе вот это и хочу сделать покушать сбегать часов пять с пяти до шести там до семи полчаса туда не получится 15 минут 20 там с часик походите вот на полтора часа получится ну надо будет костер загасить мангал так его прокалил потом разберу ладно пойдет для старта идеал никогда не бывает короче поэт бабочки комары комаров на удивление до хрена куда они взялись непонятно всякие разные вот вам как говорится и природа даже земляника есть смотрите я удачно попал только не обманывает значит она выше на сутки тоже есть вон там вот кстати тоже вариант как провести время сходить на сумку сейчас по выбираем нервиски на рыбалку на рыбалку взял мощную катушку уловистую выходит выходит разные газы поэтому есть смысл проверить хорошие воблеры тяжелые их особо не ставил потому что он жалко на тонкой леске что-то попадется оборвать воблер нафиг и все а сейчас как бы стиму а все остальное завтра погода шепчет дня четыре есть наслаждаться жизнью не спеша сутка подберется кстати я пока много не то что он бежит надо привязать и так на выпить хватит на попробовать фирменная кружечка решил я понтану со как же без этого фарфоровая кружечка вообще показатель что тут жилье всерьез и надолго читать любви не будет попробую такой вкусный он уже бежит как как был или нет это все из той же дырки которая была но она была заткнута и расковыряла но там 2 дырка но неплох неплох но хотя первый был вкуснее конечно просто он сейчас теплый уже нагревается неплохо сахарку добавить будет вообще компотик войну горы прям сказочные жаль отсюда плохо видно вам ну ладно сейчас пойду по фото мальчишки и девчонки а также их родители не знаю насколько она резкость возьмется с утру увеличение 6 крат руси в березу болин как она сухая и колеблется вот попробую резкость какой снег какие вершины какое все вы представляете ну снизу видно потаивает но верху зато конечно теплый воздух ветерок сильный некомфортный ветерок в плане он теплый ну рыбачить закидать извините что ушло этот смотрел вокруг нижние сопки уже все уже потемнели снег тает испаряется но выше километра даже выше метров 800 там еще снега но они долго они долго они еще будут до конца мая а там верху нами дальше какой вид духа вот увеличишь просто даже сказка просто сказка короче пошел я воду набирать красоты красотами надо сделать хозяйственный минимум чтоб комфортно существовать насоса пока нет все в плане заяц бегал гадил мой лужи все служит тут уже комары значит выводятся уже грязненький ну пойду он там где ручейку он туда левее сапоги одел тут уже живы на относить вот такой вот где такой зеленый мох там вода сразу чистая фильтрована уже более-менее ладно тут вот вообще целом ложится можно если вычерпать эти самые выкопать плитку положить и этот горячую бочку так дубов и вот вам фэн-шуй вот вам курсы выживания так вот здесь мог я смотрю телефон прячем дачу-то начинает а подсветать киша фильтровать придется здесь она вроде была такая грязненькая идем дальше пока выключаюсь нарезан хлебушек и йог ну и вот последний последний самый обновляем сковородок ой смачно как сливочное маслице с квартир на углях как раз обжечь шампуры надо вот и одно яйцо разбилось не выдержала транспортировки побывает верится не без греха и сейчас вот накроем его тарелочкой чтобы он остывал сковорчал пусть доходит шампуры пообжигают и можно будет делал пристраивать чуть-чуть воду окунуть ляпота короче юрий с вами продолжаем выживание в дальневосточной тайге сок что-то идет слабо ну видимо пик был как раз вот тогда когда я приезжал вообще либо надо ее чуть пробить подсверлить еще не хочется мне калечить ну как бы попробуем может пониже хотя текло очень хорошо видно вам по одной березе по второй хотя заделал напор был солидный что-то я говорил говорил и меня посадила видимо аккумулятор все вот он уединение с природой елки-пал что даже телефон отходит отключается потому что время 17 28 темно не потому что вечер дело идет к ужину не к ночи а к ужину тучки вот все таки иногда пять капель сверху упадет но они смешны мы еще раз покажу своего индейца про который я говорил это вот просто тотем питеру спасибо где этот чем эта куртка меня ждала потому что я имел шанс не купить раз забежал без денег как бы у нас баланс был очень жесткий отпускной а потом раз остается там пять рублей и она как раз столько стволы петербуржцы проходили мимо еще удивился на сенной площади в торговом центре то есть для них это как бы эгрегор то есть понятно магическая вот она сила хоть вот было тишина аутон думал она пошла бродить тут от пирамиды 0 завтра мистер рыбалки на пирамиду пойду и чувствую хочется 2 туда 3 к речке потом обратно ну весело походим погуляем посмотрим новое чего-нибудь вот тут от гвоздя до сих пор бежит и смотри сок процесс пошел 2 шашлык 2 шампут меня не просто он у меня под картошку но картошку немножко промухал надо ее помыть короче грязненькая угли подошли мангал конечно здоровенный есть вот не дырка это вообще бы было кайфово ну в принципе жар очень приличный даже я вот тут сижу мне уже хорошо это хорошо что я перекрыл вентиляцию лишний убрал хотя свою все равно добавил там потому что это прогорает особенно когда ветер у час был он очень симпатно так прогорает можно было и так покласть и по-другому да здесь удобный под уголок вот сделан можно на 45 поворачивать вот всяко разу соответственно соусом поливать не зря я вчера я не хотел быть эгоистом да я звал двух людей но они оба в силу определенных причин независимо отказались ехать и т.д. одному марь не нравится другому значит не нравится не знаю вообще чего жизнь такая прочее поэтому чем не уговаривать кому-то правильно да ух ты птичка кстати приехал сразу первый кто меня встретил два орлана были белохвоста классические такие парочка такие семейные не очень старые кстати и 20-25 где-то а там ворона ну все мясо почувствовали понимаю да понимаю запах еще не особо но сами видите зато процесс как идет почему-то не спеть да ночью я еще буду жарить конечно это тут внутри шампура просто сейчас я в грузинском стиле решил попробовать посмотрел один очень хороший канал может даже прилеплю ссылочку на него как мужчина значит грузин во франции делает шашлыки просто обалденно сам процесс не нашел я одной специй сделал немножко по-своему и обычно лук давлю тут я лук подавил все таки сделал такой такой я люблю лук именно с детства почему так когда шашлыки была роскошь делали именно шампура на даче лук мясо было не особо лука было полному в принципе он в соусе в уксусе нравятся моя классически в красном вине вино со своего виноградника разумеется не самое лучшее ну как раз такое которое вот чуть-чуть перекисленная как раз из него делать шашлычные всякие взяла мало но молодой год 2022 поэтому ой 2021 поэтому такое двадцатый год либо выпито либо пара бутылок еще остается там виповских как бы с виноградом из-за морозов очень напряженного встал кстати здесь вот хорошее место посмотрел посадить виноград прям можно вдоль вода есть вдоль просеки ну надо заняться короче по мере освоения участка будем будем вкладываться пока готовим мясо не отвлекаемся благостное такое расположение духа все дела по боку по барабану ведь у меня уже три контейнера ну один для рыбалки вот самый маленький другой так герметичный третий для инструментов то есть нужно я пойду на поработаю притащу несколько чурок и разрублю их послушать надо так обходим тропу практически летняя погода состоит ну конечно такое прохладное лето ну или золотая осень то есть просто сказочно ночью конечно будет холодно ну сегодня у кстати ехали мороз бог то есть тонкий ледок 0 минус 1 может минус 2 даже там земли такой кратковременный в принципе судя по всему обещает плюс все-таки ночь судя по комарам которые сволочи успели и спели все таки они уже так что следующий раз можно смело брать гамак сеточки его тестировать вполне я ну от них отбиться в принципе спальника дырочка маленькая там отбиться можно тем более можно вонечку включить повонять там попшикать но не хочется дышать дерьмом переживем и большего комара переживали можно на комарник вот этот вот распушить спать сверху положить так ну сохнет мал по малу если так сухо стоял они конечно через месяц просохли я сейчас пылить конечно не буду так хотя мелкую можно попробовать но она сучковатая зараза по-хорошему мне нужна береза все-таки для экспериментов ну ладно 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 сейчас вот эту мелкую заберу и пожалуй сюда ну я могу с пилой прийти не хочется мне бензином мараться принципе тут есть чем поработать еще я хотел тоже попробовать кусок длину на доске что по распустить он как раз небольшого диаметра даже на две половинки что дальше уж совсем мелкий такой метра два три слишком много сучков конечно можно попробовать ну ладно как можно забрать сучья просто способ монтажа с крупного плана на мелкие до прямой склейкой можно склеивать но вон та гора в тучи соседние сейчас покажу заметьте тишина какая только тут похрюкиваю в камеру вот соседние справа но она тоже угу угу 500 с лишним там 1500 ну просто я вот смотрю ну хочется табуреточку и все это вот тишина такой пиздаш короче мульберт и рисовать ну или хотя бы вайфай стрим стрим просто народу чтобы показать потому что ну это да погода шепчет короче солнце ясно к вечеру моряку бы красно к вечеру моряку бояться ничего короче погода должна хорошая быть кстати затишье вот можно было пойти на затяжке но это надо было на час раньше выходить рыбачить тут уже есть лягушачья икра кое-где и прочее прочее сейчас умоюсь что-то не взял я полотенце пошел не подумал я вот все живу 7 минут на так ощутите полноту картины сказочную загадочность бытия именно для этого я дал такую паузу смолчание непостижимость этого мира и его в то же время детскую такую непосредственную простоту если бы нефтяная вышка не мигала все было смачно у как видите группы поддержки никакой нету все полный полный соло как говорится без вопросов вон она гора тоже там вот такой ваш гид по дальневосточным загадочно но пирамида конечно вот видно плохо но был бы минут вот она сейчас острая вот видно да вот она пирамида такая чем ее видно и на пух поезде едешь места но она правильная то есть там на плоту она такая вполне вот блик пойму загадочный дальний восток 29 апреля юрий болен с вами все пробую фонарик лечить раздолбанный вы кнопка не работает ну ладно я включу все равно нам электриком не пропадать и так просто хотел понтануться в кадре посмотрите вода прозрачная какая я не здесь набираю есть еще более прозрачный увеличиваешь цифры в темноте здесь я так умываюсь набираю там ручеек еще дальше там тоже красивая причем вот набрал она просто глянул на бутылку не хуже чем у меня с горного озера расфасованы ну а сейчас пойду по второму шашлыку жарить хотел еще взять картошку надо было помыть вот сейчас придется возвращаться за картошкой опять 2102 время бесконечно долго можно смотреть на падающую воду горящий огонь раздевающуюся женщину хотел еще что-нибудь сказать но вы знаете у меня типичная шутка у костра нет я хотел сказать но там дальше началось совсем смешно просто вот минус отсутствие онлайна и минус отсутствие компании до короче мангал супер главное что хватает для дров единственное дно у него конечно много дефективное я уже три варианта попробовал видите меня с романтики переключила на это на прагматику а потому что резко похолодало вот он пара еще нет изо рта но сейчас будет уже надо скипятить чайку мясо честно говоря не хочется но пожарить надо лучше пусть будет готовая холодная завтра сутря не разогреть может на сковородочке чем она будет непонятно ну и конечно я поем еще и выпью даже вот этого коньячку великолепного он просто бутылочку налит поэтому кстати процесс сейчас покажу соком новую дырочку новом дереве сделал как бы видимо все таки дерево затягивать я уж не стал тревожить и он уже полный можно уже снимать вот за каких-то пять часов набежала ну да уже через край практически так что видите посидеть спокойно не удается короче хочешь посидеть по философствовать так что извините я на 5 минут кривусь опять угли пусть прогорает мне тут уже обустроил лежак не стал сильно у меня тут еще интересно вымок свитер на хранение который лежал причем так очень сильно непонятно как другу главного лежал полиэтиленовом пакете ну правда не совсем полиэтиленом в обычном вот таком черном переносном и убрать хочу я в нем обычно в этом свете так сейчас уже высох все остальное плотных полиэтиленов 50 литров закрывал а вот тут что-то я его не уберет это вот все последствия шторма снегопада сверлить я сегодня ничего не буду нет сил моральных тем более с утра уже сверлю у меня тут таких планов громадью было по строительству но я так думаю дня на 4 мая одиссея затянется судя по погоде успея еще на сверлить так ну побежал за соком дровишки разномастные несколько своих чурок сухие в том числе березового несколько подобран сушняк из леса поэтому он так вот странно горит но горит ну конечно жару больше тут вот аппарат уже серьезность совсем если в таком маленьком зимой ночевал этот 15 градусов мороза обеспечит но если сделать аппарат полметра на 30 то можно серьезными такими большими чурками топить но и толщина стенок у него 07 то есть его все таки не так ведет по моему закапала сверху не страшно в общем все таки если есть возможность мангал побольше брать не пожалеете но прежде всего потому что можно большеразмерные чурки у него класть нет проблем так совсем короткий безопаснее меньше летит во все стороны не меньше выпадают которые не влезают угли поехали за соком 21 час 55 минут вот доходят уже красавцы конечно счастье так позволить не спеша тянуть удовольствие так не перекаливаю гальками ой аромат разносится по тайге просто сумасшедший и тишина звезды кое-где видны но облаков практически нет поэтому видно обалденно но надо выходить туда на марь я уже не пойду тут конечно ветки все закрывают ну как всегда созвездие угадывается угадывается поставил вторую банку сока работает уже он уже ого ну-ка сейчас гляну прошло почти 45 минут насос короче насос тут работает вот жила золотая за 45 минут вот работает литровыми еще одну витрушку придется заряжать так не будем ссорить ой ой как я с трудом сдерживаю чтобы не наброситься на мясо конечно хотя не голодный но просто запах аромат соблазн это искушение просто ну и холод конечно поджимает как бы это инстинкты же холод дает знать о себе в принципе все можно готовить емкостью вот это все так тут у меня винули он для чистый чистыми ногами выгиб чуть-чуть хлеб нарезан осталось только разлить и как говорится за ваше здоровье за ваше внимание к моим приключениям немудреным такой вот будет тост давайте дорогие за вас